Какой бы ни был пасмурный день или прогноз погоды, весеннее пробуждение природы стремительно и неизбежно. А затянувшиеся холода могут сбить с толку только начинающих садоводов. На самом деле все растения проснулись в положенное им время и в любой момент готовы раскрыть свои почки и выпустить новые листочки после долгой зимы. Частые заморозки и таяние снега способствуют тому, что на поверхности снега образуется ледяная корка. Это не дает газону дышать и способствует выприванию травы. Давайте эту корку будем разрушать. Вот эту ледяную корку надо разбить, чтобы поверхность снега стала рыхлой и через нее проходил кислород к траве. Теперь я засвую газон спокойно. В мае он будет ровненький, зелененький. А сейчас мы переходим к плодовым деревьям. Чтобы дождаться хорошего урожая, нужно о нем думать уже сейчас. Я подошла к плодовому дереву. И для того, чтобы его напитать достаточно влагой, нужно задержать сход снега. Я собираюсь притоптать его вокруг дерева. Я покажу, как это делается. А если снега недостаточно, то его надо подбросить и снова притоптать. Если вы проделали эту несложную работу, то первый шаг на пути к урожаю вы уже сделали. А для того, чтобы сделать второй шаг, надо знать, как правильно произвести обрезку деревьев. А в этом в нашем следующем сюжете. Пришла весна. Садоводам пора приступить к обрезке плодовых деревьев. Как это делается, я вам сейчас покажу на примере груши сорта лада. Для обрезки нужен следующий инструмент. Это ножовка, секатор, нож нужен для замазки ран, садовый вар. И для веток, которые расположены высоко, это сучкорез. Выбирают самые крупные ветви, которые загущают крону. И в таком случае работы будет меньше, и будет ран меньше. Свол, который слишком высоко, и он уже застарел, требует капитальной такой обрезки. Для этого берем ножовку. Срез должен быть наискосок, вот под углом делаем так, чтобы рана быстрее зарастала. Ну, надо стараться аккуратно, чтобы не поломать те ветки, которые остаются. Вот, получается, мы срезали чуть ли не треть кроны. Но в результате середина кроны как раз осветлилась, и все ветви стали освещены. Срезы неровные, их лучше зачистить острым садовым ножом. Особенно вот края, где как раз кора прилегает к древесине. И к тому же такой гладкий срез легче покрыть садовым варом. Пока мы будем работать с остальной частью крона, эта поверхность чуть-чуть подсохнет. После этого мы замажем варом. Теперь мы начинаем работать с более тонкими ветвями, которые нужно укоротить или вырезать, если они крону загущают. Вот эта ветвь заходит в эту ветвь, она ее загущает, и сама тоже ослаблена из-за того, что она затенена. Поэтому ее необходимо вырезать. Вырезать всегда режем на боковую веточку, надо с разбилкой, так, чтобы это росло в сторону, а не внутрь крона. Те ветки, которые мы уже не сможем достать секатором с земли, мы можем обрезать с помощью сучкореза. Мы снижаем крону. Для этого всегда те ветви, которые растут вертикально, мы их обрезаем на боковую ветвь, которая расположена ниже, растет горизонтально или под углом. Вот сейчас таким образом все ветви, которые вот так расположены, мы вот так и укорачиваем. Сейчас укоротим, то образуются плодовые прутики. Они более урожайные, и плоды на них более крупные. Когда мы все обрезали, приступаем к замазке ран садовым варом. Вот этот бар тем хорошим, даже на морозе он может от руки таять. И покрываем слоем садового вара вот этот срез. Тут толстый слой не нужен, важно, чтобы была пленка. Ну вот, мы закончили замазку ран. Ну, теперь будем ждать урожая. Для истинного ценителя природы все равно, какое за окном время года. Лично я свои комнатные растения постоянно сажаю, пересаживаю и стригу. Оптимальный способ для размножения и омолаживания растений – это черенкование. И сейчас я вам покажу не только, как грамотно, но и эстетично это сделать. Сейчас мы будем перечеренковывать с циндапсус. Для ампельных растений очень характерно израстаться. Посмотрите, у этого растения много оголенных плетей. А вот этот вот листочек вполне годен для того, чтобы из него получилось новое растение. Для классического черенка характерно, чтобы было два листочка и две почки. Из почек будут появляться корни. Но так как у нас циндапсус – это крупнолистное растение, нам одного листочка достаточно. Листья нужны для того, чтобы растение жило, для того, чтобы происходил процесс фотосинтеза. Корни нужны для того, чтобы из воды, соответственно, попадало питательное вещество в растение. Сейчас мы будем удалять все неэстетичные плети и делать из них черенки. Вот здесь вот есть один небольшой листочек, поэтому это будет хорошим череночком. Черенки откладываем в сторону. Вот этот черенок не совсем удачный, потому что на нем много листьев. А так как питательные вещества у нас из воды будут попадать в листья без корней, поэтому лишние листья – это просто для него абуза. Оставляем только один. Этого будет достаточно. Конечно же, многие из вас выращивали черенки дома. Но иногда это делается очень неэстетично. Кто-то может поставить их в банку из-под йогурта, кто-то из-под кефира. Я предлагаю сделать это красиво. Вот я взяла такую вот лазочку на длинные ножки. Но так как она у меня будет прозрачной, нам очень важно введить наполнение. Я предлагаю наполнить его гидрогелем. Сейчас в магазинах очень часто продается вот это чудо. В сухом состоянии он выглядит так. Я вчера взяла цветной его аналог, замочила. И вот он уже получился набухший. Теперь я начинаю наполнять наш красивый сосуд красивым содержимым. Этот гидрогель будет сохранять влагу в течение очень долгого времени. Если он начинает подсыхать, то нужно постоянно добавлять воды. Его будет достаточно для того, чтобы процесс корнеобразования черенков проходил успешно. Вот мы наполнили сосуд гелем и начинаем вставлять черенки. Ну вот что у нас получилось. Правда красиво? Но так как у нас сосуды стеклянные, мы можем использовать разные интересные наполнители. Вот, например, черенок шифлеры я посадила в речную гальку. И добавила туда для красоты раковину, так как ее прекрасно видно. Раковина рядом с растением производит прекрасное впечатление. Вы можете использовать не только гальку или гидрогель. Вы можете также использовать пластмассовые или стеклянные бусы. Я люблю использовать в том числе керамзит. А вот такую композицию с бусами я тоже сделала из циндапсуса. Но он у меня с листьями, окрашенными в желтый цвет. Правда приятно? То, чем я занималась несколько последних минут, называется выращивание в гидропонике. Обычно к этому способу прибегают для овощных культур в теплице. И об этом наш следующий сюжет. Что такое гидропоника? Гидра – вода, поника – работа. В питательные вещества поступают раствор минеральных веществ по данному капилляру. У нас мат – 18 литров. 18 литров упакованы в целлофан. Это питательная смесь на основе торфа. Торф – природный материал, биологически стерилен, не содержит никаких патогенов, поэтому очень удобен для производства. Питательные вещества поступают в водорастворимой форме без балластных удобрений. То есть те, которые не содержат ни тяжелых металлов. И питательные вещества представлены в легкоусвояемой форме. Соответственно, вот у нас на два растения баклажана. На каждое приходится по 9 литров торфа. И каждую минуту сюда поступает в течение дня, в зависимости от того, сколько приходит света, необходимое количество питательных веществ и воды. Благодаря этому можно лучше контролировать потребности растений, как в воде, так и в удобрениях, получать более высокий урожай и при этом иметь ниже уровень нитратов, чем при обычном выращивании. Мы, когда выращиваем на грунте, то не можем с такой точностью контролировать содержание веществ в растениях и в будущей продукции. Гидропоника позволяет более точно получать продукт с заданными параметрами, с высокими вкусовыми качествами и при этом наиболее точно отслеживать влияние погоды и других местных условий. Способ гидропонного выращивания овощей можно применять и в дачном секторе, но вы видите, что он технически более сложен. Самое главное, у нас есть лаборатория, которая позволяет отслеживать, сколько надо дать в каждом конкретном случае в рецепт на сегодняшний день. Соответственно, без наличия такой лаборатории очень сложно получить продукт высокого качества. В первую очередь, при выращивании гидропонным способом овощей необходимо выбрать самые лучшие удобрения, какие вы только сможете получить. Удобрения должны иметь высокий уровень доступных веществ не ниже 40%. Самое лучшее удобрение для гидропонного способа выращивания – это удобрения из группы кристаллинов, где питательные вещества находятся в наиболее доступной для растений форме. Объём торфа, приходящегося на каждое растение, зависит прежде всего от мастерства агронома. Чем выше уровень мастерства, тем можно с меньшим объёмом корневой системы получить высокий урожай. Систему гидропоники можно использовать не только для торфа, но и для других материалов. Например, керамзит, щебень, циолит. Использовать обычную землю для гидропоники нехорошо. Это связано с тем, что отдача ей питательных веществ будет идти неконтролируемая. Поэтому очень сложно получить хороший урожай. Так как при гидропонике все условия контролируются, то урожай можно получить быстрее процентов на 10. В состав питательной смеси входят три элемента в больших количествах – азот, фосфор, калий и микроэлементы, которые подаются в небольших дозах, но обязательны для здоровья растений. Те удобрения, которые используются для гидропоники, они наиболее безопасны из минеральных удобрений, так как все вещества полностью перерабатываются растениями. Ну, на сегодня это всё. Но это маленькая толика того, что я вам собиралась рассказать. А для того, чтобы подробнее узнать про все премудрости садоводства, вам нужно зайти на наш сайт – садтв.ру. Пока!